Награды нашли своих героев. Торжественное подведение итогов спортивного 2014 года состоялось сегодня во Дворце культуры имени Ухсая. Звезды чувашского спорта. Все те, кто сделал прошлый год насыщенным, интересными, напряженными состязаниями и впечатляющими победами, собрались в зале Дворца культуры. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо за ту работу, которую мы с вами провели в уходящем году, в предыдущие годы, которую выполняем сейчас. И я думаю, ту планку, которую мы из года в год поднимаем все выше и выше, она нам подвластна покорить любые высоты, потому что действительно у нас сплоченная команда, сплоченный коллектив, люди, высокие профессионалы и люди, которые действительно работают и служат спорту не за страх, а за совесть. Памятными призами и дипломами Минспорта Чувашии наградили победителей республиканских смотр-конкурсов «Лучший спортсмен» и «Лучший тренер Чувашии». Также специальным призом отметили победителей народного голосования «Лучший спортсмен года», проходившего в конце прошлого года на сайте Минспорта Чувашии. Я очень счастлива, что победила в этих номинациях, вышла в лидеры, эмоции сейчас переполняют меня. Я очень рада, что смогла этого достичь, добиться. Готовилась очень долго, очень плодотворно. Были какие-то неудачи, но наконец-то стала такая белая линия в моей жизни. Для Натальи Хлесткиной прошедший год стал особенным. В августе 2014 спортсменка стала золотой медалисткой чемпионата России по тяжелой атлетике. А через пару месяцев установила рекорд и выиграла первенство Европы. Попасть в состав сборной России и съездить на чемпионат мира по тяжелой атлетике – таковы планы на будущее у Натальи и ее тренера, который, кстати, также стал победителем республиканского конкурса «Лучший тренер». Тренерская работа – это не просто работа, это образ жизни у меня. Поэтому я думаю, что и мои спортсмены разделяют эту мысль. И также со мной они двигаются и живут этим. И я считаю, что это здорово, когда есть такие спортсмены, не только тренеры. Ведь один тренер ничего не сможет добиться сам. Потому что так же и как спортсмен один не сможет ничего добиться. Потому что здесь должен быть тандем обязательно. Если и тренер живет этим, и спортсмен живет, я думаю, что неизбежно будет результат. Памятные медали и грамоты президента России получили не только выдающиеся спортсмены и их тренеры, но и те, кто принимал участие в организации крупнейших спортивно-массовых мероприятий, прошедших в 2014 году в Чувашии и в России. Кстати, национальная телерадиокомпания «Чувашия» тоже получила свою медаль за организацию телетрансляций и серию репортажей, роликов и фильмов о празднике спорта. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика.